Здравствуйте, с вами Ефименко Наталья Юрьевна, специалист по травам, коллекционер народных методов лечения. И, конечно, собирая травы, я всегда задумываюсь о том, как эти травы можно скомпоновать. С чем скомпоновать, какие составы составят для того, чтобы травы обязательно сыграли вместе. Это такая получилась синергия. И я обязательно всегда присматриваюсь к той продукции, которая выпускается многими предприятиями, и где вот эти компоненты уже подобраны. И, конечно, многие бальзамы у многих производителей, и в частности вот такой бальзам травник, абиссорганик, я проверяла на себе, я смотрела состав, я его пробовала, и мне он очень нравится. Даже если в этом бальзаме не было бы в составе ни одной полезной травы, я бы уже обратила на него внимание, так как соединить между собой мумиё, прополюс, живицу, экстракт пихты – это уже замечательный состав, потому что мумиё у нас содержит огромное количество микроэлементов. Это как вот такой прекрасный витаминный и минеральный комплекс, собранный самой природой. Живица противовоспалительная, прекрасная, которая действует и изнутри, и снаружи. Экстракт пихты – это наше сибирское золото, потому что экстракт пихты даёт витамины и А, и Е, и фитостерины, и хлорофилл. И, в общем-то, даже вот если это всё соедините вместе, мне бы оно понравилось. Прополюс, тем более, это то, что делают сами пчёлы для того, чтобы обеззаразить, в общем-то, воздух в уле. Но в этот бальзам добавили ещё и экстракты трав, в частности, чага. Сколько было сенсаций, сенсационных открытий по поводу чаги. Эти открытия продолжаются дальше. Во-первых, чага достаточно хорошо прибавляет силы. Чага является антиоксидантом, онкопротекторным свойством обладает. Также добавлен иван-чай, крапива, подорожник. Крапива – высоковитаминная трава. Подорожник – ранозаживляющий, внутренне заживляющий, противовоспалительный и тоже высоковитаминный. И сочетание сибирских трав с мумиё, с прополюсом, с экстрактом пихты, и всё это соединить в одном бальзаме – это очень сложно. И кому это пришло в голову? На самом деле, у этого бальзама есть своя история. Этот рецепт искали для себя, для лечения люди и нашли такой рецепт у монахов. И попытались всё это дело соединить. И то, что это производится абисорганик – это очень здорово. Потому что соединить эти экстракты вместе на кухне – это очень сложно. А тут вот готовое есть решение, которое прибавляет силы, укрепляет иммунитет при простудах. Причём можно использовать как профилактически перед сезоном простуд, так и для лечения. Я помню, что на одной ярмарке, когда мы стояли с продукцией абисорганик, начался очень дождь, было очень холодно. И мы вот этот вот бальзам-травник распили всем-всем-всем коллективом. И, в общем-то, никто из нас не заболел. Он также помогает и сердечно-сосудистой системе, и вообще все травы, соединяясь с такими природными минералами и лечебными компонентами, они не могут не помогать. Поэтому попробуйте это всё дело на себе. Дозировки очень простейшие, по чайной ложечке, три раза в день, и вы почувствуете прилив силы и здоровья. Это группа товаров. Есть также крем-бальзам-травник. В креме-бальзаме-травник, в твёрдом, противовоспалительном, там находится, в общем-то, сбор масел. Это кедровое масло, шиповниковое масло, есть экстракт пехты, можжевельника, лиственницы, сосны, то есть хвойная составляющая. Добавлено тоже каменное масло, добавлено мумиё. И вот этот вот крем-бальзам, он просто на глазах заживляет любые раны. Будь это эти раны от укусов насекомых, будь это раны от каких-то стёртостей, потертостей. Мы этот бальзам брали в поход, нас просили, в общем-то, брать больше для того, чтобы на всю компанию хватало. И данный крем-бальзам, он очень сильно профилактирует разнообразные диабетические вот эти вот проблемы, когда кровообращения не хватает и раны долго не заживляют. Поэтому вот такой комплекс бальзам, крем, он обязательно должен быть в каждой домашней аптечке.